ННРадио. Гость в студии. Если вы не в курсе еще, ну, во-первых, хэштег вам Тиранский парк в помощь, а во-вторых, это Костовский район. С 16 января, а с понедельником, при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории горнолыжного центра Тиранский парк, состоялось официальное открытие федеральной социальной программы «Лыжи мечты». Вот об этой социальной программе мы сейчас с Екатериной пообщаемся. Скажите, что за программа в целом? Да, давайте начну в цифрах. Мы стали 17-м регионом в России, кто поддерживает эту программу, и 23-м горнолыжным склоном. Это программа «Лыжи мечты». Она утверждена Министерством спорта Российской Федерации. Она поддерживается детским роботологом страны профессором Татьяной Батышевой. Круто. На сегодняшний день это 3,5 тысячи участников в программе. Это по Нижнему Новгороду? Нет, это по всей России. А, ну, в смысле, из тех, кто предоставляет возможность это сделать. Да, да. Нет, это те, кто участвует. 3,5 тысячи человек в возрасте от 3,5 лет до 62 лет. Участники программы – это люди с диагнозом ТЦП, аутизм, с ядром дауна, с проблемами с зрениями и другими ограниченными возможностями здоровья. С понедельника стартовала акция. Сколько людей уже побывали у вас и кому есть доступ? Вот здесь вопрос. Да, запись у нас была с понедельника. Вчера мы запустили эту программу. Было у нас 2 ребенка. Это максимум, что мы можем, 2-3 ребенка в день. В день, да. Потому что это очень тяжелая нагрузка на инструктора, на занятия, ну и на всю, наверное, нашу команду. Очень хочется индивидуально подходить к каждому такому ребенку. Ну, пока у нас были только дети. Так, а как вам попасть? Попасть к нам довольно-таки просто. Нужно заполнить анкету. Анкета у нас есть на сайте Терраски Парк. Логично. Нужно 2 фотографии, полный рост и профиль ребенка. И есть, конечно, требования к детям, но... Подробнее просто на сайте, когда вы зайдете на сайт терраскипарк.ру, Dream Sky, вы, соответственно, найдете всю необходимую информацию. На какое время рассчитана эта программа? Нужно ли торопиться успеть? Или это только до весны? Или это на ближайшие, там, не знаю, 38 лет? Какие планы? Мы пришли с этой программой, открыли навсегда. Работает программа в горнолыжный сезон. В следующем сезоне, естественно, мы тоже запускаем эту программу. С этой программой мы хотели открыться еще в прошлом году, но сезон был короткий и тяжелый для всех горнолыжек. И перенесли открытие на этот год. Вот мы открываемся, запускаемся и готовы работать каждый будний день. Это такая всероссийская инновационная программа, которую в 2014 году запустил телеведущий Сергей Белголовцев. Принимает ли он участие в Нижегородской акции? Собирается ли приехать или приезжал на открытие? Что, как происходит? Какое участие он принимает? Курирует больше его супруга Наталья эту программу. Естественно, он тоже принимает свое участие в программе. Пока мы не разговаривали по этому поводу, будет ли, не будет. В феврале будет большое событие при поддержке нашего министерства спорта и членов команды «Лыжи мечты». Если нет возможности выйти на сайт, люди не могут найти сайт в интернете или так далее, там и подобное, как по телефону можно получить какую-то дополнительную информацию? Да, по телефону, конечно, можно получить дополнительную информацию, но анкету все равно нужно заполнять в электронном виде, и нам это обязательно для участия. Надо понять хотя бы, получается ли добраться и, ну, как сказать, получится ли вообще заниматься, да, потому что у кого-то есть возможность заниматься, да, горными лыжами там на протяжении нескольких часов, у кого-то этой возможности совершенно нет. Друзья, напомню, проект «Лыжи мечты» запустили с этого понедельника в горнолыжном центре Тиражский парк, Кстовский район. Люди с ограниченными возможностями здоровья, 2-3 человека, да, в течение дня могут, соответственно, приехать. Вот всю необходимую информацию вы можете найти на сайте терраскипарк.ру. Да, я бы хотела добавить, что программа работает только в будние дни, детям, ну, и взрослым с какими-то заболеваниями нужна максимальная концентрация и минимум людей на склоне. И эта программа работает только в будние дни. Если вы в будние попадаете в горнолыжный центр Тиражский парк, и, соответственно, будьте просто еще внимательнее, да, чем на выходных, поскольку, да, действительно, это довольно сложная работа, которая ложится на плечи не только администрации горнолыжного центра, но еще и на ваших инструкторов. Пожелаем вам удачи в этом проекте, да, пускай он действительно не заканчивается с весной, и следующий год также будет продолжаться. Вам напомню, друзья, номер телефона 244-422-2517. Это нижегородский номер телефона, да, это не область Никстова, нет, вы можете спокойно дозвониться. У нас в гостях была Екатерина Шашкова, директор горнолыжного центра Тиражский парк. Катя, спасибо вам большое, что делать такое большое дело. Спасибо вам большое за приглашение и за внимание. До встречи, друзья, мы продолжим. Информация здоровья.